Итак, следующий отвар, который мы предлагаем вашему вниманию, также состоит из четырёх всем известных трав. Называется он «Ночная река». Имеет он прекрасное успокоительное действие, и само за себя название говорит, собственно, об этом. «Ночная река». Первое. Трава, которую мы добавляем, это всем известная ромашка. С древних времён было известно, что ромашка относится к стихии воды. Оккультное значение ромашки – это сохранение от различных злых сил. И поэтому для того, чтобы ваш сон всегда был спокойным, нужно было использовать ромашку в качестве того, что собираете ромашку, набиваете им белые подушечки и кладёте возле своей кровати. Можете быть уверены, что ваш сон будет спокойным и без тяжёлых сновидений. Действительно, ромашка – это одна из самых любимых трав и очень популярна. Но это не та ромашка, на которую обычно гадаем. Это ромашка аптечная. Собственно говоря, у неё даже нет вот тех беленьких лепесточков. А чем она хороша? Она обладает кучей полезных действий. Она обладает седативным эффектом. Она обладает патагонным, жаропонижающим, спазмолитическим действием. А также входит в состав ветрогонных сборов. И её с удовольствием пьют чай из ромашки со сливками. Например, американцы пьют перед сном. И это обеспечивает им хороший и крепкий сон. Кроме этого, ромашка обладает обезболивающим действием. При язвенной болезни желудка и при различных заболеваниях желудочно-кишечного тракта её с удовольствием применяют, потому что она хорошо снимает спазмы. Кроме этого, её часто используют при простудных заболеваниях. Следующее, что мы добавляем, это липа. Причём липа, так же как и все остальные растения, относится к определённой стихии. И вот стихия липы – это воздух. А оккультное значение липы – это привлечение добра. То есть липа обладает очень мощной положительной энергией. Если липа растёт рядом с вашим домом, это очень хороший знак. Действительно, липа – это очень популярное растение. И издревле пили так называемый липовый чай и использовали в качестве суррогата чая. А вообще липовый цвет обладает патагонными, жаропонижающими, мочегонными и спазмолитическими свойствами. Чаще всего употребляют отвар липового цвета при всяких простудных заболеваниях, при кашле. Очень часто случается так, что самые, казалось бы, невзрачные с виду растения обладают очень мощной магической силой. И очень часто в наше время травы используют совершенно не так, как их использовали раньше. И вот одна из таких трав – это всем известный шалфей. Если говорить о названии шалфей – сальвия, то дословно это означало «бессмертный». И чего только не приписывали шалфеи в средние века. Если у человека находили шалфей, то ему могли предъявить различные претензии, обвинив его в колдовстве, обвинив его в различных преступлениях и так далее. Так вот, считалось, что шалфей обладает также очень мощной жизненной силой. И, например, беременным женщинам всегда давали пить отвар шалфей, чтобы у них родился здоровый, крепкий ребенок. Чтобы это обязательно был сильный воин, либо прекрасная дева. И так описывает Поль Сидир в своих магических травах. Описывает он там следующий рецепт. Нужно взять листья шалфеи, положить их в баночку и закопать в землю. И через некоторое время там появляются белые червячки, как описывается в книге. И если взять такого червяка и намазать им себе живот, то на 12-й день вы потеряете все чувства. Обычно этот метод, этот способ использовали люди, когда отправлялись, скажем, на войну, для того, чтобы совершенно не чувствовать боли. Помимо всего прочего, можно было вызывать общественные галлюцинации даже с помощью таких червяков. Если этого червяка бросить в огонь, то все присутствующие услышат невероятный раскат грома. Вот такие истории рассказывают о шалфее, который сейчас продается в аптеках, продается для полоскания рта. И вот следующая трава, которую мы добавляем, это опять же всем известная душица. Но кто знает, как ее использовали в средние века. Считалось, что душица была опять же создана в помощь женщинам. И обладает она необыкновенными, очень мощными, целебными свойствами. Действительно, душица обладает кровоостанавливающим действием и употребляет ее при болезненных месячных. А кроме этого, она обладает и хорошими успокаивающими свойствами. Поэтому часто душицу включают в так называемые успокаивающие сборы. Итак, она употребляется при неврастении, при всякого рода беспокойствах. А также, эта трава употребляется при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, поскольку она обладает спазмолитическим действием. И ее с удовольствием употребляют при простудах и при кашле, скажем, вызванном бронхитом. Пожалуй, все. Чем более странное действие оказывала трава, тем больше слагалась о ней легенд. И, пожалуй, самое, наверное, больше всего в этой области досталось всем известное мандрагоре. Чего только не рассказывали об этом растении. Использовали корень мандрагоры, который по своему виду напоминал человечка. И именно поэтому ему приписывали невероятные силы. Считалось, что если вы добудете этого человечка из-под земли, то он будет служить вам до конца жизни. Он принесет вам счастье, любовь. Он принесет вам несметные богатства, успех и так далее. И что только не использовали люди в охоте за этим корнем. Причем просто взять и достать этот корень было невозможно. Потому что если вы начинали выдергивать эту траву из-под земли, человек начинал невероятно кричать. И от этого крика умирал любой человек в ту же секунду. Для этого были специально обученные собаки. К этим собакам, к их хвостам привязывали верхнюю часть мандрагоры и приманивали их куском мяса. А человек, который пытался добыть этот корень, затыкал себе уши и таким образом добывал корень мандрагоры. Продавали их за невероятно большие деньги. Очень часто подделывали корень мандрагоры какими-то другими похожими корнями. Но на самом деле в корне мандрагоры содержится вещество, которое называется мандрагорин. Это очень сильный алкалоид, который имеет такое действие на человека. И еще было такое поверье, что мандрагору сложно найти по одной простой причине. Она чувствует плохих людей. Так говорили, что она чувствует дурного человека. И поэтому под землей этот человек уходит, когда чувствует приближение человека. Но какое-то время мандрагора даже исчезла с лица земли. И где-то в течение целого столетия не могли найти это растение. Но у нас, конечно, не используется для этого полезного отвара корень мандрагора. У нас используется зверобой. Зверобой также обладает очень мощными целебными силами. Но помимо всего прочего о нем сложено невероятное количество легенд. Главным назначением в нашем именно сборе, и почему мы, собственно говоря, применяем зверобой, это его успокаивающее действие. Он входит в состав такого югославского препарата Деприм. То есть это как бы главное действующее вещество этого препарата. Его применяют при неврастениях, всякого рода беспокойствах. А также наружно употребляют при ожогах, а еще получат рот зверобоем при стоматитах и генгивитах. Также его употребляют при заболеваниях печени, желудка, поскольку он обладает некоторым желчегонным действием. А также при различных костных заболеваниях, подагрии, шиаси и ревматизме. Ну что ж, наш отвар уже практически готов. Скоро травы начнут танцевать в воде, воду мы до кипения не доводим. А мы прощаемся с вами. Всего доброго. До следующих встреч.